С надыходом холодов основная увага вортовальников к выкористанию печи. Отепляющий сезон начался несколько месяцев тому, а после морозов он предметно активизуется. При этом шмат, кто святое, отмывается от выкористания природного газа. Печи на дровах обходятся значительно тонней, хоть и вероходность несчастных выпадков взрослая. Как согреться зимой, можно за счет изнаходиться в помешкании, в теплом одене. Можно набить вот такого кота, он так само согреет. Али лучше за счет выкористовать печь. Правда, при этом придется заховывать довольно строгие правила безопасности. У группе «Рызыки» состарелые и одиноко проживающие пенсионеры. Только в минулом году их родным написали около 10 тысяч листов с просьбой об ликвидации причин, которые створяют реальную погрузу житию и здоровью. И еще 4 тысячи грамотян отримали на этой мэте адресную допомогу. Правда, семья Добрушан-Живописовых в этих списках не находится. Не глядите на взрослых, господару, сегодня это вспомнится 75 годов. Тут постоянно заглядают за двумя печами, а так само проводят все профилактические мероприемства. На чердаке просматриваем, каждое перед самым отоплением. Ну, собственно, на чердаке даже мы лазим комин сам по себе. Берешь шест или такой грузик плотный, тяжелый. И на вировочке комин сам просто прочищаешь его. Вот, прочищаешь, а потом здесь убираешь этот самый, всаживаешь и все. Комин, да, каждый год комин чистить обязательно нам. Вот, так это как-то провело, она всегда так была, и мы научились от своих родителей. У вынику примаемых мер оперативная обстановка на Гомичине стабилизовалась. Колькость пожаров летость знизилась во всех районах в области, а колькость закинувших на их людей зменшилась больше на 17%. За гэтой личбой праца у всех субъекту профилактики наглядальная комиссия у регионе дзенечуется 2011 года. За гэтый час не только назапашенный багатый опыт, а ли и вызначенный приоритет на накерунке. Семьи, якие знаходятся у социально небеспечном становище, одинокие инвалиды и так званые асоциальные элементы. До гэтых категорий особливая увага. Жалобы поступают, но не так часто. Вместе с тем мы на все жалобы реагируем мгновенно, выезжаем на место, разбираемся на месте с этими людьми, с этой категорией. В большей степени на них, на мой взгляд, сегодня можно повлиять только административными методами. Прежде всего, это изоляция в условиях ЛТП через прогрессивные органы, либо направление, если человек уже заработал, даже если социальную пенсию имеет, направление учреждения здравоохранения, хотя бы в зимний период времени. А есть и такие, которые берутся за голову, начинают благоустраивать свое жилье, возвращают семьи и продолжают жить.